всем привет давайте посмотрим действия мужчины какие у вашего мужчины будут действия относительно вас а сегодня такая ветреная погода то что вы слышите это ветер и ветер очень сильно расслабляет нервы так что я надеюсь что в рамках моего видео вы расслабитесь и получите приятное время отдыха и посмотрите будущее я ищу карту мужчины его действия относительно вас пишите в комментариях чем вы занимаетесь откуда вы как вы живете вот мужчина ухты он смотрит на карту змея змея конечно эта карта опасная эта карта каких-то таких движений очень смелых так что можно сказать что его действия просто сразят вас на повал вы очень будете удивлены его действием карта змея говорит что он что-то задумал но можно сказать змеиная там у кого проиграется но поскольку букет с другой стороны так это действие чувственное так знаете вот любовные они сразят буквально вас на повал но я здесь вижу в хорошем больше чем в плохом смысле поскольку карта букет она резонирует с карта змея но вообще-то то что на столе но друг другом перекликается у ленорман карты считаются хотя бы в парах и здесь его действия точно сразят вас на повал вы не ожидали от него такого подарка ну что букет это подарок вы не ожидали от него такого поступка героического такого поступка смотрите откроются какие-то дороги это встреча потому что именно вместе здесь считается как встреча к свидания его действия действительно будут прекрасные в отношении вас и скорее всего вы встретитесь с ним какой вам дается совет относительно этого мужчины подходит ли он вам кух карта гроб да действительно что действия его сразят вас на повал вначале он может прийти на свидание дать шикарный подарок он может быть восторге от вас он может демонстрировать страсть он может показать вам что-то хорошее но в конце концов карта гроб говорит что потом может закрыться на какое-то время мужчина вот он склонен к таким качелем в отношениях это его силе поведения и кстати вот когда я уже две эти карты вышли рядом считаю так здесь развилка и гроб означает что на мужчине кстати есть может быть негативное воздействие совет вам вот смотрите карта солнца а думайте только о себе вообще потому что он думает только о себе этот мужчина карта солнца говорит о его эгоизме а его каком-то очень предвзятом отношении вообще к людям и к женщинам он скорее всего занят очень сильно собой он на мужчина который посвящает себе в основном время если он показывает страсть это потому что ему нужно это вы знаете сами в спальне что там и к чему но гроб может показать вместе с развилкой что мужчина сейчас почищу этот расклад может есть негативно вас я чищу расклад цветами в данном случае цветы это высокая энергетика счастье мира и очищение от любого негатива а на мужчине может быть негативное воздействие это воздействие может быть связано с тем что кто-то ему завидует на работе или кто-то из домашних вот не нравится что вы счастливы с ним да вот не нравится что у вас есть любовь и этот человек хочет вам навредить это может быть вплоть до людей которых вы знаете или членом семьи членов семьи иногда так бывает и разные варианты даю что вы нашли свой вариант и поняли как вам действовать иногда так бывает что когда выходит развилка с гробом это карма отношению вас мужчины тяжелые кармические и поэтому я чищу отношения что все таки была возможность у вас найти общие языки каким-то образом быть не только в спальне потому что у вас здесь вот притяжение есть только на вот этом уровне чувственном до таком страстном а в жизни вот вы спорите в жизни у вас очень много острых углов и не понимаете друг друга часто а мужчина часто эгоист потому что солнце тут эгоист виде вот солнце это прояснение пути а гроб это закрытие пути полное закрытие кто-то хочет закрыть дорогу мужчины к вам есть негативное воздействие на вас как паре это негативное воздействие может идти от тех кто просто даже заказал у колдунов хочет перекрыть вам дорогу хочет закрыть вас вас как пару и это может быть кармическая какая-то связь что такое кармическая это значит что вы прошлых жизней встречались, и отношения не сложились. И они подвисли, они остались такими подвисшими, и они опять вот проявляются как кармические. То есть вроде есть страсть, вроде есть ощущение, что и вы виделись раньше вместе, и вы хотите быть вместе, и что-то вас соединяет очень сильно. И в то же самое время вы чувствуете отторжение, что-то в мужчине вас пугает, настораживает, какой-то есть такой, знаете, опасный огонёк в глазах. Этот опасный огонёк может вылиться со временем в домашнюю агрессию, в домашний вот такой абьюз. Будьте очень внимательны, аккуратны, если вы только с таким мужчиной повстречались. Вот это его страсть, да, она иногда нами неправильно понимается, и страсть, кажется, о, какой он страстный, какой горячий мужчина, всё, хочу в его объятия только с ним быть. А вот эта страсть, это прикрытая агрессия, агрессивный характер, который он прячет. Потому что гроб — это то, что он прячет. Он прячет от вас какое-то агрессивное поведение, которое вполне возможно связано с его родовым вот таким влиянием на него. Кармические могут быть отношения. Даже, может быть, родовой негатив. Что такое родовой негатив? Когда вот в роду у него где-то была какая-то борьба, может быть, война, убийство какое-то. Очень сильная агрессия. И это осталось незаконченным, да, вот это осталось подвисшим. И оно передаётся из поколения в поколение. Это могло быть и 15 век, даже ещё раньше. Оно передаётся, и мужчина поэтому может быть агрессивен. Карта Змея. Если бы только букеты, вот эти карты не вышли бы, я бы сказала, что ой, мужчина только вот подарки будет давать, и вы с ним будете очень счастливы по карте Солнца. Но, естественно, я раскладываю всегда очень честно, прочитываю и перед вами всё выкладываю. И здесь, конечно, мужчина что-то скрывает. Он что-то скрывает, поэтому он может то появляться, то пропадать. Он скрывает свой, может быть, плохой характер развилкой, или же не всё у него так хорошо, как он вам рассказывает. Потому что развилка, он закрывает вам глаза на что-то. Ему выгодно, чтобы вы что-то о нём не знали. И это что-то, как гроб. Это что-то, что может вас испугать. Или характер, какой ветер сильный. Или что-то, что может вас испугать, поэтому он что-то прячет. Но что-то выйдет на свет Божий. Так что с ним нужно поговорить. Но не говорить так, что, мол, расскажи мне свои тайны. Он, наоборот, ещё больше закроется. Как вы знаете, его так вызвать на разговор. И со временем, по частичкам, он сразу всё не скажет. Но где-то там немножко в одном месте, что-то в другом месте. И со временем вы поймёте, что не так с мужчиной. И тогда вы решите для себя, можете вы с этим жить или нет. Потому что карта солнца, она отвечает на вопрос, какой вам совет дают карты. А карты дают совет, не влюбляйтесь в него до конца. Вот мы обычно девочке влюбляемся сразу. И чаще всего страсть. Страсть — это 90% должно вас насторожить. Потому что тот страстный очень, он будет тоже очень агрессивный. Поэтому он может закрываться, когда он особо агрессивный и злой, он прячется где-то вот в этот гроб. А вот карта солнца говорит, присмотритесь, мало-помалу. Вот где-то он проявится в одном месте, где-то в другом. Потом сложить это всё в картинку его личности. И потом решите для себя, вы можете за этой личностью жить или не стоит, потому что с мужчиной может быть сложная жизнь. Вот такой расклад, мои дорогие. Расклад интересный, познавательный. Кое-что открыл. Это всегда так бывает. Где-то там немножко, где-то в другом месте. Желаю вам счастья. Приходите на расклады. Передавайте мои расклады. Share там можно. Для своих друзей это обязательно нужно сделать, потому что расклады, они магические. И здесь нужно какую-то энергию тоже потратить. Там пальчиком нажать, пальчик вверх, или же переслать лучше всего, конечно, расклад друзьям. Это самое лучшее для энергетического обмена, чтобы, ну, благодарность была, да. А денег не нужно, ни на что платить, конечно. Но вот такие действия необходимы, потому что магия, это, конечно, важно, если энергетические никак не вложились, то, конечно, какая может быть магия, да. В общем, такой расклад. Желаю вам счастья. Приходите ещё. Будем видеться. Пока-пока, мои дорогие.